Девушки отдыхают Мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад. Ну а может быть и совсем недавно. Сегодня вспоминаем события 16 февраля. 16 февраля 1843 года в глубокой провинции на ферме недалеко от Бертона в Соединенных Штатах Америки родился Генри Мартин Лиланд, американский инженер, изобретатель и промышленник, основатель автомобильных компаний «Кадиллак и Линкольн». 16 февраля 1852 года Генри и Климент Студебекеры открыли собственную кузнечную мастерскую под названием H&C Студебекер в городе Саутбенд в штате Индиана, США, которая сначала ремонтировала параконные фургоны, а затем стала производить грузовой транспорт для фермеров. Пройдет 50 лет, и фирма, сменив название на Студебекер BMC, пойдет в историю, для начала создав свои первые 20 безлошадных экипажей с электроприводом. 16 февраля 1919 года в городе Ветлуга Нижегородской губернии родился Владимир Сергеевич Соловьев, советский конструктор автомобилей, первый главный конструктор Волжского автомобильного завода. С июля 1941 года конструктор конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автомобильного завода, с 1942 года ведущий конструктор, был ведущим конструктором легковых автомобилей ГАЗ-21 «Волга» и ГАЗ-24 «Волга». Участвовал в проектировании автомобиля ГАЗ-13 «Чайка», ну а с 1965 года главный конструктор по легковым автомобилям. С 1 октября 1966 года назначен главным конструктором строящегося автомобильного завода в городе Тольятти. Он руководил разработкой и выпуском легковых автомобилей ПАЗ-2101, 2101, 2102, 03, 06 и 2121 «Нива», а также разработкой модели 1101 «Прототип Аки». 16 февраля 1970 года на Волгском автомобильном заводе начало работать прессовое производство. Изготовлена первая штамповка, внутренняя панель передней двери автомобиля ВАЗ-2101. В этот день в 1976 году с конвейера Камского автомобильного завода сходит первый тяжелый грузовик. Бортовой КАМАЗ-5320 долгое время работал в Башкирии, а потом был выкуплен музеем завода, восстановлен и оставлен на предприятии в качестве музейного экспоната. 16 февраля 2012 года на трассе зимнего курорта в подмосковных Сорочанах компания Гудьер представила новый продукт – шипованную шину UltraGrip Ice Arctic, предназначенную для езды по льду и снегу. Представителям средств массовой информации, а также автомобильным экспертам и ключевым клиентам компании была предоставлена возможность протестировать новую шину в естественных зимних условиях вождения. А вот они, наверное, расстроились, что их не пригласили куда-нибудь в Норвегию или Японию потестить новый продукт. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами, удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на канал «Техно и нот» на YouTube. Ну и еще нажмете колокольчик. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра.